Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 16 июля, день Моки, назван через страдания святых мучеников Моки и Марка. Святые мученики были схвачены и преданы управляющему той местности Максимиану. Их уговаривали принести жертву идолам. Они отказались. Тогда стали угрожать им смертью. Оставшись твердыми в вере Христовой, за это им отсекли мечом головы. Когда их вели на казнь, вслед за Моки, шли на место казни его жена и дети. Голову святого Марка приняла его жена, когда он, стоя на месте казни, был усечен. Сегодня на Моке крестьяне отправлялись собирать мак. День имеет название Стажары. Так славяне называли скопление Плеяд, находившееся в созвездии Тельца. Появление этого созвездия обещало удачу охотникам. До этого в лесу не стоило появляться. Добычи не будет. Вообще древние славяне с особым почтением относились к звездам. Они считали, что это ангелы зажигают свет и смотрят на людей с небес. Продолжался сенокоз. И надо было поторопиться успеть запастись кормом для скота. А ведь впереди были дожди. Приметы. Если постоянно слышны раскаты грома во время грозы, ненастья затянется. Мошки и комары сбились в кучу. В ближайшую неделю установится хорошая погода. Как сохранить шею красивой? Мне часто задают вопрос о том, можно ли омолодить кожу шеи, которая выдает возраст женщины. Кожа шеи стареет раньше, чем кожа лица и выдает возраст женщинам. Одна из причин быстрого увядания – отсутствие должного внимания за своим здоровьем. Регулярное профилактическое применение очистительных процедур толстого кишечника, печени, следование правильному питанию, посещение парной, сохраняет как организм, так и его кожу в великолепном состоянии. Помимо общего оздоровления, можно применять компрессы из талой воды на область шеи. Это хорошо подтягивает кожу и насыщает ее водой. В итоге морщины разлаживаются, и кожа шеи становится эластичной. Гимнастика для шеи. Сесть прямо, шея в вертикальном положении, голова не должна запрокинуть назад, то есть вот так не надо. Плавно поворачивая голову влево и вправо, с постепенным увеличением угла поворота. Не торопимся. Немного отдохните, а затем опускайте голову вниз и поднимайте вверх. Сначала плавность и большой амплитудой, постепенно доводя до максимально возможной для вас. Амплитудой, но не скоростью. То есть вот, 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 вот. Плавненько. Следующее движение. Вытягивание подбородкового периода. Вот так. Выполняется с учетом предыдущих рекомендаций. То есть, видите, я это слишком быстро сделал. Аж в вязах у меня тут подзаболел. То есть вот так. Ах, как у меня тянется там. Такие упражнения очень хорошо влияют на кожу, шею. Но выполнить их надо регулярно. Еще один совет. Не читайте лежа и не спите на высокой подушке. Это не только вредно, но и старит кожу с шеей. Упражнение против двойного подбородка. Двойной подбородок портит лицо еще молодой женщины. Но с этим неприятным явлением можно успешно бороться. Вот специальное упражнение, которое надо выполнять ежедневно. Каждое упражнение надо выполнять с 5-6 раз, а затем увеличить до 12-15. Перед началом занятия руки лицу и шею вымойте теплой водой без мыла. Насухо вытяните полотенцем и легонько вотрите талую воду в кожу. Так сказать. Небольшой компрессик сделайте. Теперь можно приступать к выполнению упражнений. Первое. Обопрыть с локтями об пол. Соедините большие пальцы вместе так, чтобы ладони представляли собой чашу. Подбородок положите на большие пальцы рук и легонько надавите подбородком на них. Одновременно с надавлением большими пальцами отодвиньте подбородок назад. Примерно так. Второе. Свободно и расслабленно опустите голову вперед. Подбородок должен коснуться груди. Круговым движением влево поднимите ее и максимально вверх поднимите подбородок. Повторите движение в другую сторону. Наклон головой делайте свободно и расслаблено, чтобы голова опускалась под собственной тяжестью. При поднимании подбородка вверх ощущайте сильное натяжение в ткани. Вот это вот, чтобы натягиваться. При подъеме головы вдох, при опускании выдох. Медленно, плавно дышим. Третье. Положите руки на шею, вдохните, поверните голову вправо, потом влево и выдохните. В крайнем левом и правом положениях вы должны ощущать натяжение ткани и подбородка. Вот здесь вот. Упражнение лучше всего выполнять, сидя после упражнений ополосницы. Лицо сначала теплое, а затем прохладной водой. Прохладной водой лучше всего, чтобы она была талая. 14 лунные сутки. Интериетика лунных суток постоянно возрастает, и это начинает неблагоприятно сказываться на работе организма. В этот день рекомендуется ограничить поступление жидкости в организм, особенно касается чая, кофе, сладких напитков. Лучше пить талую воду, которая промывает организм и обладает мочеводным эффектом. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания. При этом не надо перегружать зрение. Не рекомендуется подчиняться меланхолии, тоске и различным страхам. Очень хорошо заниматься ароматерапией. Она укрепляет тонкие тела и поднимает настроение. А также приучает к восприятию тонких ощущений. Пятнадцатые лунные сутки. Чем больше прерывное действие Луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово на тело, энергетику, эмоции. Так в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние приливного действия Луны, а не собственная потребность. Питание шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом. Из бобов, гороха. А жидкую, холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкости в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!